За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксированы единичные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. 13 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении 6, на Донецком 1, на Луганском. На Мариупольском направлении были замечены два беспилотных летательных аппарата противника. Сегодня, 5 сентября, на пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе наблюдались очереди из автомобилей и людей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. О большой очереди из пешеходов на КПВВ Маренко сообщают местные жители в социальных сетях. В Госпогранслужбе отметили, что за прошедшие сутки контрольные пункты перестекли 22 900 человек и 4000 транспортных средств. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук выразил надежду, что после установления режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 1 сентября стороны противостояния продолжат принимать меры для стабилизации ситуации. Об этом он заявил в комментарии немецкой волне. В Петровском районе Донецка снарядом поврежден дом. Об этом сообщил так называемый глава районной администрации Максим Жуковский. По его словам, повреждения получили минимум три квартиры в доме номер 338 по улице Петровского. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что боевик ДНР Арсений Павлов с позывным «Моторого» будет привлечен к ответственности за убийство украинских военнослужащих. Об этом сообщает прислужба главы государства. Сегодня, 5 сентября, в Мариинском дворце в Киеве Порошенко вручил ордена «Золотая звезда героя Украины» матерям двух погибших участников АТО – солдата Игоря Броновицкого и капитана Сергея Колодия. Броновицкий был взят в плен ДНР в ночь с 20 на 21 января 2015 года. Впоследствии был застрелен «Моторого» и в ходе допроса. Как выживают люди в прифронтовой Авдеевке – одной из самых горячих точек на Донбассе. Смотрите в сюжете наших журналистов. Авдеевка находится в 6 километрах к северо-западу от Донецка. До начала войны добраться из города в центр столицы Донбасса можно было за 20 минут. Сегодня это фронтовой город, но, несмотря на это, мало кто из местных жителей решился на переезд. Людям приходится приспосабливаться к новым условиям, которые сопряжены с ежедневной опасностью. К войне привыкли. Александр – местный житель. Ведет нас к себе домой по улице, которая примыкает к промзоне. Той самой, где уже несколько месяцев ведутся бои. А вот там, смотрите. Это от чего? Крупнокалиберная. Такая пуля. Это вот недавно, буквально два дня назад. Не читали? Вот она у меня на чердаке лежала. Вот так. Нормально? Это вот крупный калибр, вот она, видите, еще и зажигательный. Пятого июля президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Донецкую область дал два месяца на восстановление телебашни на горе Карачун возле Славянска. Насколько выполняются поручения президента, узнавали наши журналисты. Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Донецкую область 5 июля дал два месяца на восстановление телебашни на горе Карачун у Славянска. Вже через два месяца телевежа мае бути відбудована и більше терміну я не даю. И гроші для це мають бути знайдені. І передавачі. Це право народу на правду. І ми це право маємо захистити. Спустя два месяца наші журналисты узнавали, наскільки выполняются поручения президента. Ми зараз знаходимося на етапі, встановили 11 секції. Готовимося к підйому 12 секції, за ней пойдет 13. Далі треба буде витягувати основной ярус відтяжок. Напомним, обща высота строящейся мачты составит 186 метров. Конструкція представляє собою 24 секції і 20-метрову верхнюю трубну части с антеннами. Проектний радиус покрытия – 64 км.